Дороги и Челябинской области 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 с тяжкими последствиями, либо 5 однотипных ДТП с различного рода последствиями. Этот участок признается аварийно опасным и включается, соответственно, в мониторинг его дальнейшего существования. В целом по этой программе мы включили, то есть мы не стали лукавить, то есть мы пошли даже на некое опережение ситуации. То есть даже те участки, которые 100% не подходили под эти параметры, тем не менее есть угроза наличия серьезных последствий, мы их включили в эту программу. То есть у нас более 285 аварийно опасных участков в целом по всем видам дорог включены в эту программу. И задача стоит, что в 2017 и 2018 год ликвидировать не менее 50% очагов аварийности на данных дорогах. Это очень серьезная работа. Ну, вот эта программа безопасной дороги, она перекрывает все вот эти аварийные участки или нет? Вы знаете, конечно, нет. Что такое аварийно опасный участок? То есть это, к сожалению, как показывает практика, достаточно динамическое понятие. То есть если, допустим, в прошлом году этот участок вел себя спокойно, то, допустим, в этом году может произойти как раз то количество ДТП, которое повлечет, скажем, включение этого участка в список. Поэтому, конечно, мы понимаем, что эта структура будет меняться, этих аварийно опасных участков. И я, как уже сказал, мы брали с неким запасом, с неким заделом, чтобы попробовать не допустить роста количества вот этих аварийно опасных участков. Ну, вот город Челябинск сейчас даже не эксперты могут судить о том, что покрытие стало другим, оно стало новее, технологичнее. Или чем сейчас покрывают дороги города Челябинска? Не только Челябинск, а вообще вот по этой программе. Вы знаете, естественно, требования к асфальтобетонной смеси, ну, мягко говоря, повышены. То есть с учетом того, как контролируется исполнение этого проекта и федеральным центром, и нами в том числе, асфальтобетонные смеси проходят практически еженедельный контроль лабораторный, а вообще, по сути, ежесуточный контроль. И каждая смена, которая замешивается, получает лабораторное заключение. Типы асфальтобетона, которые используются, это тип А, марка 1, это достаточно высокая марка. И более того, вяжущие, которые применяются, то есть бетума, они модифицируются на нашем Челябинском бетонном заводе с применением полимер-бетум-вяжущих. То есть мы пытаемся с прошлого года тестировать эту технологию на предмет ее, скажем так, работоспособности. Но есть уже какие-то показатели, есть уже положительная динамика? Ну, вы знаете, и положительная динамика заключается в том, что мы пока пережили первую зиму. То есть в прошлом году мы не так много сделали таких участков экспериментально. В этом году более обширное будет применение этих материалов. Ну, скажем так, несколько десятков тысяч тонн асфальтобетонных смесей будет уложено и в городе, и на областных объектах. Поэтому следующая весна будет, скажем так, давать нам уже практические результаты эффективности этой технологии. Вот вы на днях проверяли качество выполняемых работ на региональных автодорогах Тюбук-Кыштым и МИАС-Карабаш-Кыштым. Какие результаты проверки? Результаты проверки, наличие производства работ, то, что работы ведутся. Как раз на МИАС-Карабаш-Кыштым у нас укладывается слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это тот асфальтобетон, который мы будем использовать на опорной сети Челябинской области, начиная с 2018 года. Сейчас мы достаточно большой объем проектных работ проводим для того, чтобы это делать. Тюбук-Кыштым тоже достаточно сложный объект. То есть, это дорога, которая, по сути, обладает очень большой интенсивностью, в том числе с точки зрения грузопотока. То есть, мы понимаем, что направление Екатеринбург-Челябинск и федеральная трасса, оно режется как раз по этому направлению. Очень большой грузопоток. И конструктив этих дорог закладывается достаточно серьезный, с большим запасом. Все объекты в графике. То есть, объекты, в принципе, тоже находятся уже под нижним слоем асфальтобетона. Сейчас мы готовимся, ловим погоду и приступаем к обустройству верных окончательных слоев. Поэтому, надеюсь, что все будет сделано вовремя и в надлежащем качестве. А есть ли какой-то федеральный рейтинг дорог, именно областных дорог по всей стране? И какое место занимает Челябинская область, интересно? Скажем так, рейтинг достаточно простой. То есть, есть показатель нормативного состояния дорог. То есть, он измеряется в процентах, то есть, соотношение дорог в нормативе и в ненормативе. Но, учитывая специфику эксплуатации наших дорог, то есть, это наличие большого количества транзитного транспорта, больших грузов, конечно, у нас не очень высокие темпы роста этого показателя. То есть, мы планируем, скажем так, в настоящее время стоит задача сохранить этот показатель, то есть, не дать дороге раздавить окончательно. И уже, как я сказал, с применением технологии ЧМА на опорной сети, а это порядка 3360 километров, мы уже будем выходить в больший показатель, то есть, и до 2025 года на уровне, ну, я думаю, под 80% мы доберемся. У нас есть одно видео, нам его прислали телезрители. Давайте посмотрим. Дорогу засыпали шлаком заводским после плавки металла с СПЦ-2, с печки. Эти вот ерундой. По обочине дороги стоят жилые дома, и то есть, вот эта пыль от большегрузов, которые вообще не имеют права там ездить, насколько я понимаю, то есть, проезд он там запрещен, и вот эта вся пыль летит к нему дома. И есть жалобы и в прокуратуру, есть жалобы и в администрацию города, но решение прокуратуры есть, но нет четких дат, когда вот эту дорогу сделают. Ну, я, наверное, тоже сейчас не отвечу, когда конкретно ее приведут в надлежащее состояние, то есть, нужно переговорить с руководством Машинского муниципального района. По большому счету, если дороги засыпаются такими материалами инертными, есть такие мероприятия, которые называются обеспыливание. То есть, это простая обработка определенным раствором, не таким дорогим, чтобы предотвратить вот такую пыль, которая идет, конечно, и раздражает жителей, которые проживают вдоль этой дороги. Вообще, на самом деле, Ашинский муниципальный район, достаточно сложная обстановка по дорогам. Мы, скажем так, плотно работаем с прошлого года с Ашинским муниципальным районом. Провели полное обследование наших региональных дорог, которые находятся на территории этого района. И у нас есть, ну, скажем так, определенные задачи, которые говорят о том, что, понимая, вот вы видели даже в этом репортаже, какая техника ездит, да, вот проехал Тонар, у него у пустого-то полная масса свыше 20 тонн, а загружает он там до 60 тонн материала. Ни одна дорога, если мы возьмем с вами ГОСТ, действующий в Российской Федерации, не рассчитана на такие эксплуатационные нагрузки, даже самая, скажем так, мощная. Поэтому наша задача первая – постараться сформировать план работ, ну, естественно, в зависимости от бюджетной обеспеченности, по Ашинскому муниципальному району, по нашим, по региональным дорогам. И у меня в настоящий момент на территории области в рамках программы министерства реализуются мероприятия по установке видеокамер, я так упрощенно говорю, системы автоматизированной системы метеорологического наблюдения с функцией фиксации трафика. Мы на основании данных статистических расчетов будем уже принимать решения по обустройству, ну, это тоже буквально, может быть, год-два займет эта работа, к сожалению, автоматизированных постов весогабаритного контроля. То есть это одна из задач, которую мы перед собой поставили. Я эту информацию и эти мероприятия докладывал губернатору Челябинской области Борисовичу Дубровскому. Он эту идею поддержал по созданию вот этой системы весогабаритного контроля. И мы уже в этом году провели достаточно серьезные переговоры с целым рядом организаций потенциальных проектировщиков и подрядчиков по обустройству этой системы. Потому что мы понимаем, что сколько денег не вкладывай, ну, при таком варварском подходе, конечно, всегда будет недовольство. И поэтому по Вашинскому муниципальному району в тесном сотрудничестве с руководственным районом мы проработали определенный план мероприятий. Но, опять же, с учетом как бы специфики бюджетного наполнения мы будем его реализовывать. То есть в этом году мы тоже определенный объем работ проводим. Мы реконструируем один мост на дороге Аша-Миньяр. И, соответственно, можно сказать, что где-то через неделю, через две мы туда поедем, так же, как по предыдущим объектам, на осмотр ситуации по этому району. Спасибо большое. Будем надеяться, что на дорогах нашей области и агломерации нарушений будет меньше, и безопасность будет выше, и в том числе аварийных участков станет... Ну, будем надеяться, что снится вообще к нулю. Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях был министр дорожного строительства и инфраструктуры Дмитрий Микулик. Это была программа «Есть и вопрос». Меня зовут Павел Зорин. До встречи в эфире. Продолжение следует...